Издательство Эксмо. Дот Хатчисон. Сад Бабочек. Маме и Дебу. За то, что отвечали на вопрос, и только потом вдумывались в его жуткий смысл. И за всё прочее. Глава первая. Она не произнесла ни слова с той самой минуты, как её привели сюда. На первый взгляд в этом нет ничего удивительного, учитывая, через что ей пришлось пройти. Но теперь, глядя на неё сквозь зеркальное стекло, он понимает, что не стоит спешить с выводами. Девушка сидит, сутулившись на жёстком металлическом стуле, подперев подбородок, перевязанный рукой. А другой выводит бессмысленные узоры по стальной поверхности стола. Под полуприкрытыми глазами темнеют круги, чёрные немытые волосы собраны на затылке в небрежный пучок. Она измотана, это очевидно. Но о психологической травме речи не идёт. Потягивая кофе, специальный агент ФБР Виктор Ханавериан наблюдает за девушкой и дожидается возвращения своей группы. Или, по крайней мере, своего напарника. Третий член группы ещё в больнице пытается уточнить состояние остальных девушек и, если удастся, узнать их имена и снять отпечатки пальцев. Другие агенты и специалисты в поместье. Сведений пока немного, однако и этого более чем достаточно. Виктор едва удерживается от того, чтобы позвонить домой и убедиться, что девочке в порядке. Но он лучше ладит с людьми, умеет найти к ним подход, особенно к детям, перенёсшим психологическую травму. Поэтому разумнее будет остаться и побеседовать с потерпевшей. По её лицу и по одежде размазана грязь и сажа. Вокруг носа и рта ещё видны бледно-розовые следы от кислородной маски. Обе ладони и левое запястье забинтованы, под тонкой блузкой просвечивают бинты. Кроме этой блузки, в больнице кто-то дал ей зелёные медицинские брюки. Она дрожит, приподняв босые ноги над холодным полом, но ещё ни разу не пожаловалась. Виктор даже имени её не знает. Из всех, кого удалось спасти, или тех, кого спасать было поздно, очень немногих он может назвать по имени. А эта девушка не говорила ни с кем, кроме других девушек. И даже тогда не проскользнуло ни одного имени, никаких сведений. Только... да уж, сложно назвать это словами утешения. Вы или погибнете, или будете жить. Лучше расслабьтесь, и пусть врачи делают своё дело. Прозвучало не слишком обнадёживающе, но остальные девушки, похоже, прислушались к ней. Она расправляет плечи, медленно вытягивает руки над головой и выгибается дугой. Микрофоны транслируют противный хруст позвонков. Потянувшись, девушка вновь опускается на стол, сложив ладони и прижавшись щекой к металлической поверхности. Она знает, что за зеркалом кто-то есть, и отворачивается к стене. Однако теперь у Виктора есть возможность осмотреть контуры рисунка. В больнице ему дали фотографию. Чуть выше лопатки виден лишь край пёстрого узора. Большую часть рисунка разглядеть сложнее, но блузка недостаточно плотная, чтобы скрыть его полностью. Виктор вынимает из кармана фото и прикладывает его к стеклу, сравнивая с ним их с тем, что видит сейчас на спине девушки. Казалось бы, ничего примечательного. Не будь такого же рисунка у всех прочих девушек, кроме одной. «Расцветка и контуры разные, но суть одна. Как, по-вашему, это его рук дело?» Спрашивает кто-то из аналитиков, глядя в монитор. Одна из камер установлена в углу комнаты и направлена на лицо девушки. Глаза её закрыты, дыхание ровное и глубокое. Надеюсь, скоро выясним. Он предпочитает не строить догадок, особенно в тех случаях, когда известно ещё слишком мало. А этот случай – один из немногих в его карьере, когда всё оборачивалось таким кошмаром, что они и представить себе не могли. Виктор привык предполагать худшее. «Если пропадает ребёнок, то работаешь как проклятый и ищешь, но не рассчитываешь в конце концов обнаружить бедняжку живой. Ты, может, и надеешься, но ждёшь всегда худшего». Ханавериан видел тела до того маленькие, что поневоле задумывался, существуют ли гробы таких размеров. Видел детей, изнасилованных в том возрасте, когда они и слова такого не знают. Но этот случай совершенно нетипичен, и Виктор сбит с толку. Он даже не знает, сколько этой девушке лет. Врачи дают ей от 16 до 22, но от этого не легче. Если ей 16, то рядом с ней должен находиться представитель от службы опеки. Но в больнице от них и так проходу нет. Их помощь может оказаться весьма полезной, только вот при этом они здорово путаются под ногами. Виктор пытается представить, что бы делали его дочери, будь они заперты в комнате, как эта девушка. Но ни одна из них не может похвастаться такой выдержкой. Значит ли это, что она старше? Или просто научилась сохранять непринуждённый вид? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok